Приветствую вас. Я бы сказал, что ситуация, которую вы описываете, не связана с энергетическими практиками. Точнее, если вы обращаетесь к психологу, то это не про энергетические практики. Это про страх, в первую очередь, как сказал мой коллега, один из коллег, что ответил на ваш вопрос. Это взаимодействие с вашими чувствами. Это эмоциональный интеллект. И соответственно, эмоциональный интеллект нужно развивать. Что такое эмоциональный интеллект? Это, в первую очередь, замечание своих чувств. Это умение обращаться с чувствами, с эмоциями и умение размещать их в контакте. Вместе с этим следует отдельно, наверное, сказать, что существуют еще и индивидуальные характеристики человека. То есть, иными словами, кто-то, кто-то может быть без особого истощения, более эмоциональным, кто-то менее. И если пытаться быть кем-то другим, кем вы не являетесь, то, условно говоря, стараться быть тем, кем для вас быть неестественным. Вот. То могут быть, на мой взгляд, серьезные проблемы. Поэтому, когда вы говорите, что раскрыться вам помочь, вот, это означает, наверное, в первую очередь, что вы чувствуете, что способны на большее. Ну, ну, вероятно, вероятно. И если вы чувствуете, что способны на большее, то есть какие-то блоки, которые не позволяют вам это больше реализовать. Соответственно, наша задача увидеть, что это за блоки, и помочь вам их снять. Вот. Но, снять эти блоки, снимать, точнее, эти блоки, на мой взгляд, нужно очень аккуратно, чтобы вас не задеть, чтобы вас не поранить, а чтобы вы остались, ну, оставались сами собой. Чтобы вы не потеряли себя, то так можно увлечься, вот, и потом уже не совсем ясно, где я, а где нет. Вот. Часто человек является таким вот эмоционально холодным из-за опасения быть должным, то есть это проблема личных границ. А иногда из-за, условно говоря, нелюбви к себе, вот, из-за страха оценки, страха боли, вот, ну, потому что если я откроюсь, то я стану увязвим. Вот. А убедимость меня пугает, и это является серьезным аргументом, чтобы быть эмоционально закрытым. Также важность, важно подчеркнуть, что на поведение влияет мотивация. Что это такое, мотивация? Мотивация – это важность чего-либо для вас, то есть если для вас что-то важное, вот, то вам сложнее это сделать, потому что от этого зависит, ну, довольно много. То есть, условно говоря, от того, насколько вы концентрируетесь на чем-то одном, зависит его важность и, соответственно, естественность. Придание искусственной важности, искусственной, ну, так называемой искусственной важности ситуации или человеку, вот, редко когда приводит к чему-то хорошему. То, что вы описываете, может быть результатом и комплексов ваших. Вот. С этим тоже можно и нужно работать. Повторюсь, я не очень понял, при чем здесь энергетические практики. Вот. Это больше, наверное, вырастил эзотерки. Вам нужно обращаться. Если хотели туда, перенесите свой вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Спасибо. Спасибо.